На этой неделе Федеральная, а правильнее сказать Общемировая повестка Конечно же затмила нашу жалкую региональную И мы не можем Не говорить или оставлять за скобками То, что натворил Владимир Путин 21 сентября Я говорю о той самой частичной мобилизации Которая была объявлена в России И сегодня мы поговорим Как она отозвалась в стране И в нашем регионе После того, как Путин Объявил наконец Частичную мобилизацию Все губернаторы всех регионов На перебой кинулись хвалить Мудрое решение дряхлеющего вождя Поддерживать Объяснять всем, как это правильно Необходимо И самое главное доказывать Что это было единственно правильное решение В сложившейся ситуации Не стало исключением И наша республика Ради Фаритович Хабиров С трибуны госсобрания Выступил и поддержал Всецело решение Владимира Путина Заверил, что Башкортостан Не подведет Обеспечит Выполнит И перевыполнит Все задания центра Тем самым Хабиров, конечно, подтвердил Свою готовность Жертвовать неограниченным числом Своих сограждан и земляков Лишь бы понравиться И угодить Кремлю Собственно, в этом мы, наверное, никогда Не заблуждались И никогда Не сомневались Но, честно говоря Вот такое откровенное Людоедство Оно, конечно, резануло И слух, и глаз Спикер нашего регионального парламента Константин Борис Толкачев Был менее абстрактен В своих высказываниях И, призывая поддержать Мобилизацию Сказал дословно следующее Конечно, любая война Она немыслима без смертей У нас на дорогах Больше гибнет ежегодно Все мы смертны Все мы уйдем Но поэтому Возводить Эту опасность Или боясь потерять свою жизнь В абсолют тоже Это Не тот, видимо Принцип, которому мы должны следовать По сути Толкачев призвал граждан Ну и коллег своих Перестать трястись Над своими жалкими жизнями И пойти отдать их За вождя И за его интересы Но тут хочется ответить Константину Борисовичу Простым Обывательским рассуждением А можно, Константин Борисович Мы умрем Вот примерно Как вы умрете В свое время В окружении своих близких В своей собственной постели А не в вонючем болоте Херсонщина С именем Путина На устах И, кстати говоря Дорогой Константин Борисович А кто вам сказал Что Вот Смертность на дорогах В Башкортостане В этом году Превысит Количество потерь Специальной военной операции Это Булышев Вам об этом сказал Ну Прямо скажем Источник Так себе К концу года Мы, наверное Сможем посчитать Эти цифры И соотнести их На данный момент Они, между прочим Близки 203 Официально подтвержденных Погибших В специальной военной операции Жители Башкортостана И 277 человек Погибших на дорогах Что-то мне подсказывает Что перевес В пользу Погибших В СВО Будет нарастать Буквально в ближайшие Недели и месяцы После того Как Хабиров И Толкачев На пару Уговаривали И вызывали С трибуны Госсобрания О поддержке Вот этой самой Мобилизации Госсобрание Приняло обращение К башкирскому народу Но случился Ужасный казус Вопреки увещеваниям Константина Борисовича Стопроцентного Голосования Не получилось Как ни странно У них и по Менее важным вопросам Обычно Случался Абсолютный Одобрямс В этот раз Не вышло За не проголосовали Два депутата Газизов и Романчиков Обоих Тут же на месте Без суда и следствия Отчитали Прямо с высокой трибуны Толкачев заявил Что разночтений В голосовании Быть не должно Смутьяны Одумались Начали жалко Лепетать И оправдываться Что у них Соскользнул палец С нужной кнопки Голосования Эх А ведь могли бы Стать героями Но не случилось Не стало Примером Для них Сенатор Нарусова Которая Голосовала Против В общем Наш парламент Как обычно Не смог Сработать Четко Как часы Но в общем Казус Есть казус В целом С перепуганными До недержания Начальниками В общем-то Все понятно Их поведение Предсказуемо И объяснимо А вот Что думает народ Как он к этому Относится Отведет ли он Своих детей В военкоматы Отпустит ли он Их воевать Да и сам пойдет ли Воевать этот народ Вот это мы попытались Выяснить На этой неделе Мы провели Аж два Опроса В нашем Стремительно Растущем Телеграм-канале И попытались Выяснить Вот через эти Два опроса Как же Устроено Сейчас Общественное мнение Что думают люди Буквально Сегодня Исполняется Семь месяцев Тому Что в России Положено Называть Специальной Военной Операцией И Граждане России Конечно же Уже смогли Практически В полной Мере Оценить Для себя Последствия Того Что сейчас Происходит В стране И то что Творит в ней Владимир Владимирович Потому мы Задали вопрос Как люди Оценивают Последствия Которые На них же Отражаются Вот этой Вот специальной Военной операции Только Один процент Опрошенных Заявил Что их жизнь Улучшилась С началом Специальной Военной операции У двух По их словам Появились Новые Возможности В бизнесе Или на работе Одиннадцать Процентов Опрошенных Не заметили Никаких Изменений Но вот Уже У тринадцати Процентов Опрошенных Появились Проблемы В бизнесе Либо на работе А уж И вовсе Семьдесят Три Процента Заявили Что их жизнь С началом Специальной Военной операции Стала Заметно Хуже Причем В этом опросе Поучаствовало Более Тысяч Человек Что В общем-то Для нас Необычно Это Достаточно Много Второй Опрос Нашего Телеграм Канала На этой Неделе Был посвящен Непосредственно Владимиру Путину И тому Как граждане Относятся К тому Что он натворил Двадцать Первого Сентября И вопрос Был предельно Простым Правильно Ли все Сделал Путин Ответ Да Тринадцать Процентов Нет Соответственно Восемьдесят Семь процентов По-моему Эти цифры Вполне Очевидно Характеризуют И уровень Поддержки Владимира Владимировича Путина Среди Нашей Аудитории Но Отмечу Также Что Этот опрос Второй Был еще Более Массовым Что Нетипично Обычно Все-таки Наши Подписчики Осторожно Избегают Обсуждения Персоны Владимира Путина В этот раз Все было Не так И люди Видимо Решились Высказаться Меня это Радует Потому что Впереди У нас Еще много Наверное Оценок Действий Владимира Путина И не только Населением Но и всякими Разными Другими Органами Так что Процесс Пошел В связи С этой Самой Частичной Мобилизацией На минувшей Неделе Стало Известно Что Башкирские Власти Не намерены Отменять Торжества И увеселения В честь Дня Республики 12 октября Вопреки Этому Почти Во всех Регионах В связи С сложившейся Ситуацией В стране Отменены Всевозможные Увеселительные И прочие Развлекательные Мероприятия Но Ради Фаридович Он не такой Он не готов Жертвовать Уже Подготовленными Праздниками Он готов Веселиться И праздновать Во что бы то ни стало Даже если Придется Плясать на гробах В эти трудные Неспокойные Времена Нам особенно Нужны Ваши лайки Ваши подписки Любая форма Поддержки Полезна для нашего Канала Конечно же Ему можно Помогать Финансово Единственным Правда Способом Мы публикуем Номер Расчетного счета В каждом Своем выпуске И заранее Благодарны Вам за помощь Несмотря На чрезвычайные События В стране Команда Хабирова Не прекращает Своих привычных Занятий И нет Речь идет Вовсе Не о сытных Пирушках За бюджетный Счет Или покатушках На самокатах Речь идет О коррупции На минувшей Неделе При получении Взятки Был задержан Заместитель Главы Администрации Краснокамского Района Некий Радив Оксанов Задержан Он был С поличным Оперативно-следственным Мероприятия Прошли безупречно Деньги были В кармане Суд Поместил Злодея Под домашний Арест На два месяца На время Следствия Напоминаю Что все Главы Районов И их Замы Проходят Через Фильтры Кадровой Системы Администрации Хабирова И безусловно Главы Районов И их Замы Это Члены Той самой Пресловутой Команды Хабирова Как говорится Кому война А кому Мать родна То есть В том смысле Что Несмотря на то Что происходит Вокруг Несмотря на то Что Страна Стремительно Погружается В иное Состояние Члены Команды Хабирова Продолжают И продолжают Грести Под себя Коррупция Не спадает В регионе И это Действительно Характеризует Качество Всей этой Команды В целом Государственные Закупки В России Давно Стали Неким Зеркалом Отражающим Ситуацию И в самой Стране И в регионе И отражающие Приоритеты Власти И состояние Хозяйства И прочие Прочие Вещи На этой Неделе Мы обратили Внимание На три Характерные Закупки Которые Случились В Башкортостане Которые На мой взгляд Наилучшим Образом Иллюстрируют То что Происходит В регионе И то с Какими проблемами Он сталкивается Первая Закупка Это закупка Дров Ну не смейтесь Пожалуйста Дров Для школ В деревнях Нижне Тагирова И Селе Темясово Сумма Закупки 750 тысяч Рублей Вот на эти 750 тысяч Предполагается Закупить Дрова Для отопления Двух школ В двух Деревнях 21 век Глонасс GPS И прочие Чудеса Томографии А школы Мы отапливаем Дровами Закупаем Их На госзакупках На тех же Госзакупках Мы видим Конкурс На банкет На проведение Банкета Для Хабирова И сумма Тут существенно Больше 2 миллиона 990 тысяч Рублей Вот Соотнесите На две школы На всю зиму Дрова 750 тысяч И 2 миллиона 990 тысяч Радостно И Замечательно Проезд Дорогой Ради Фаритович А также Третья Закупка Конечно Она в контексте Происходящего Это траурные венки И цветы Для похорон Закупаются Государственным образом Уже заранее Видимо На сумму 6 миллионов 500 тысяч Рублей Это конечно Страшная закупка Которая Вот Свойственна Именно тому Моменту Который Сейчас Вот Нас Всех Вместе с вами Окружает Пикантная Подробность Что Вот эти траурные Венки И цветы Для похорон Будут закуплены У тетушки Рэпера Моргенштерна Объявленного Иноагентом На всей территории Православного мира Ну Наверное Надо проверить Это Не является ли Скрытым Или частичным Финансированием Иноагента За рубежом Хотя Конечно Здесь я Иронизирую Сквозь слезы Как ни странно Кузнецовский Затон Похоже Превращается В стабильного Поставщика Как смешных Так и тревожных Новостей Этот Ранее Никому Неведомый Район Уфы Вдруг Вот Регулярно Стал нам Подкидывать Всякие Новости Например На прошлой Неделе Стало известно Об установке В этом районе 42 светящихся Всеми цветами Радуги Опор Освещения Ну Чудо чудное Однако Бдительные Граждане Встревожились Не только Стоимостью Этого Излишества В районе Где нет Даже Средней Школы Для детей Но и Самим Цветовым Решением Граждане Планируют Обратиться В прокуратуру На предмет Разъяснения Им Не содержится Ли в этих Опорах Освещения С радужной Подсветкой Ну Некой Некого Элемента Распространения Либо может быть Пропагандирования ЛГБТ Ценностей Я не знаю Конечно Чего ответит Прокуратура На это Но Сам по себе Факт установки Вот этих Сверхдорогих Опор В районе Где нет Школы Он конечно Вопиющий В том же Самом Кузнецовском Затоне Не утихает История Вокруг Дома По улице Испытателей 21 Мы Рассказывали Про это Странное Собрание Про этих Странных Людей И то Что там Все Обратились В суд Так вот Суд Совсем Недавно Отменил И признал Недействительным Все решения Вот этого Фейкового Собрания Жильцов Которое Состоялось В начале Июня На данный Момент Продолжается Доследственная Проверка МВД В отношении Возможной Фальсификации Подписей Граждан В этих Документах Если эти Факты Кстати Подтвердятся То Уголовная Ответственность Уже грозит Организаторам Вот этого Лжесобрания Госпожи Вологина И господину Фролову Но тут Как говорится Следствие Покажет Однако Этим Вся история Не закончилась Теперь Несостоявшийся Председатель Домового Совета Дома И по совместительству Признанный Судом Недееспособный Гражданин Дултаев Под опекой Боевой Могини Наруны Она же В миру Просто Фируза Инициировали Новое Очно-заочное Собрание Жильцов На ту же самую Тему Самое смешное Что тема Та же самая Передать Дом В управление Именно Компании Реформа ЖКХ Собрание Будет длиться Целый месяц С 19 сентября По 19 октября Граждане Конечно В праве Передавать Управление Своим Многоквартирным Домом Кому угодно Хоть Микки Маусу Хоть ЦРУ Лишь бы у этих Организаций Или граждан Была лицензия На управление Домами Но ведь Здравый смысл Тоже должен Присутствовать Хоть сколько-нибудь Вот давайте Рассуждать Так Если Какой-нибудь Боевой Магине Фирузия Кстати говоря Не являющийся Собственником Квартиры В этом доме Или Ее Недееспособному Брату Что-то Привидится Понравится Или покажется Но это же Еще не повод Для жильцов Более чем Семисот Квартир Доверять Их Странному вкусу Ну в общем Здесь вывод Очень простой Граждане Будьте бдительны Сначала читайте То что вам Подсовывают На подпись Вникайте А потом Уже принимайте Решение Потому что Всякие Прохожие Магии Волшебники Неравен час Переколдуют Ваш замечательный Новый дом В какую-нибудь Избушку На курьих Ножках Вопросов Конечно Остается Очень много И Ситуация Развивается Настолько Стремительно Что они Появляются Буквально Каждую Минуту Очень Кстати Завтра В воскресенье 25 сентября У нас Состоится Стрим Номер 68 Всех Приглашаю В нем Поучаствовать Можно Заранее Присылать Вопросы И лучше всего Их писать В комментариях Под сегодняшним Этим видео Так они Быстрее До меня Дойдут В общем Все приходим Делаем рекордную Явку Поговорим Мне самому Очень интересно Узнать Что сейчас Волнует вас И какие у вас Есть вопросы Кое-что Мне известно И я смогу Ответить На многие И практические Вопросы Связанные С мобилизацией В том числе Так что Приходите Завтра 68 Стрим 21.00 По уфемскому Времени Подключайтесь Поговорим Времени Времени Поговорим Временной Времени 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 Продолжение следует...